Компьютер Для любых наук-профессор Голова моя-процессор Всё способно воспринять, Обработать и понять А затем в любой конторе Показать на мониторе Монитор или дисплей Телевизор для детей Что я память закружу, то вам суть я покажу А теперь давайте вместе Поглядим на мой винчестер Он запомнит на года То, что нужно вам всегда В понедельник и в субботу Для учёбы и работы Для игры и развлечений Всевозможных увлечений Всё запомнит, чтобы преть Информацию иметь Всё запомнит, чтобы преть Информацию иметь Как сюда попал камыш Вот манипулятор мыши Многоцветный карандаш Нам нарисовал пейзаж То ли лужа, то ли день Может ночь, а может день И любую дребедень Мышке рисовать не лень И любую дребедень Мышке рисовать не лень А теперь клавиатура Очень тонкая структура Штука не для дураков Знает много языков Как английский и французский Как японский, так и русский Знает basic for the ball Лого, list for France, all go В общем без клавиатуры Нет компьютерной культуры В общем без клавиатуры Нет компьютерной культуры И еще один урок То, что накатилось в трог Это чудо-аппарат Подпечатать будет рад Принтер сразу входит в раш И уже идет пираж Быстро как заправки Принтер сделает работу Принтер Мы узнаем файл из брав Под названием скромный Граф Граф Ленард Бернадот Один из потомков династии русских Царей Романовых Он обладатель энциклопедических знаний Профессор Многократный доктор наук Прям как наш компьютер В молодости граф работал весняком Затем кинооператором Затем редактором фото журнала По счастливой случайности Бабушкой графа Оказалась королева Виктория Шведская От нее он получил Небольшое наследство Остров Майнау На Бадензейском озере Граф Ленард Бернадот И графиня Соня Создали на острове Сад для всех Сюда едут со всего света Поучиться поработать, отдохнуть И конечно Увидеть оптические сны Графа Ленарта Бернадотта Графа Ленарта Бернадотта Графа Ленарта Бернадотта Все эти прекрасные цветы Граф вырастил своими руками И сам создал их великолепные фотопортреты. Ведь не боги же горшки обжигают. Петропавловский собор в Петербурге до сих пор, но со шпиля флюгер-ангел вниз недавно переправлен. Действительно, ангел спустился на грешную землю. Остался голый железный каркас. Надо сказать, ангелы слетают с этого высокого поста уже далеко не в первый раз. Самый первый ангел в виде барельефа из позолоченной меди появился над шпилем собора в 1724 году. И в 32 года работа здесь флюгером. Жаль, что в те времена Бенджамин Франклин не изобрел еще свой знаменитый молнииотвод. Ангел погиб во время грозы. В 18 лет горожане не знали, куда дует ветер. Оснащенный молнииотводом, следующий ангел прослужил всего три года и был сметен могучим ураганом. Третьего ангела создал выдающийся архитектор Антонио Ринальди. Он предусмотрел, казалось бы, все напасти. Поэтому целых 83 года ангел был хранителем города и исправно показывал направление ветра. Только однажды, в 1830 году, понадобился небольшой ремонт. Кролевщик Петр Телушкин при помощи веревки с хитроумными узлами добрался до ангела и за Аркадьев его произвел исправление. А этот геройский подвиг, он в компании с великим поэтом Пушкиным, баснописцем Крыловым и другими уважаемыми гражданами Санкт-Петербурга был запечатлен художником Григорием Чернецовым на полотне «Парад на Царицинском лугу». Проектируя своего ангела, Антонио Ринальди не учел только одной разрушительной стихии – прогресса. Когда в 1857 году меняли устаревшие деревянные конструкции шпили на металлические, как бы заодно сменили и флюгер. Так над городом воспарил четвертый ангел, другого автора, замечательного скульптора Залимана. И простоял ровно 130 лет и 3 года. И работал бы дольше, если бы не новая стихия. Стихия 20 века. Экологическая катастрофа. Ядовитые выбросы промышленных предприятий и автомобильных двигателей, кислотные дожди, и бог знает, что еще. Ангел нуждается в серьезном лечении. Вместе с посланием мастеров прошлого века на землю его доставили альпинисты – продолжатели дела Кровельчика-Телушкина. Кто и в каких полотнах запечатлит их геройские образы. Наш компьютер – бог и маг. Там, где делают башмак. Туфельки, кроссовки для любой тусовки. Если бы персональный компьютер был изобретен в прошлом веке, Иван Александрович Крылов очень хорошо подумал бы, прежде чем начать одной из своих басен словами. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. В наше время свободно владеющие компьютерной грамотой сапожник и пирожник могут запросто и успешно поменяться профессиями. Если захотят, конечно. Сапожник с помощью компьютера будет управлять хлебозаводом-автоматом, а пирожник – автоматической линией по производству флогов. КОНЕЦ 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 Вот почему так важно с детства приобщиться к компьютерной грамотности. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ